привет друзья давайте с вами сегодня приготовим очень вкусный салат норвежский каприз он подойдет на любой праздничный стол и его украсит сочетание сельди со свеклой и картофелем это любимое сочетание ингредиентов салате шуба а с добавлением кисло-сладкого яблока и маринованного огурчика делает этот салат более насыщенным и интересным так давайте же сегодня и приготовим очень вкусный норвежский каприз все ингредиенты их количество пропишу под видео заходите смотрите и конечно же готовьте для приготовления мне потребуется разъемная форма и тарелка и так на дно тарелки добавляю немного майонеза затем отвариваю картофель мундире его очищаю и натираю на крупной терке первым слоем распределяю картофель далее делаю сеточку из майонеза ну конечно она у меня не очень получилась но ничего страшного и затем нарезаю соломкой маринованный огурчик огурцы я подготовила и выкладываю сверху картофеля делаю сеточку из майонеза беру красный салатный лук можно взять обычный репчатый и мелко его нарезаю распределяю лук сверху маринованных огурцов мелким кубиком нарезаю слабосоленую сельдь распределяю сельдь сверху луком делаю сеточку из майонеза беру кисло-сладкое зеленое яблоко яблоко очищаю удаляю сердцевину и натираю на крупную терке сверху сельди распределяю яблоко далее на терке натираю яйца яйца распределяю сверху яблок сделаю сеточку из майонеза и теперь займусь красавицей свеклы свеклу для салата я всегда предпочитаю запекать тогда она получается менее водянистая свеклу натираю на крупной терке добавляю немного сахара соли лимонного сока растительное масло теперь свеклу хорошо перемешиваю и выкладываю сверху яиц как видите салат готовится очень просто и быстро но получается настолько вкусным что на столе он съедается самым первым теперь салат я украшаю сверху мелко резаной ароматной зеленью укропа и петрушки и добавляю семена граната посмотрите какая красота у меня получилась теперь аккуратно снимаю разъемное кольцо дам салату настояться два три часа и потом буду его подавать к столу приготовьте вам этот салат обязательно понравится он получается красивый вкусный сытный и аппетитный и если вам понравился рецепт приготовления ставьте лайки подписывайтесь на канал не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропустить новое интересное видео а также подписывайтесь на мой второй канал и заходите в группы а вам всем скажу готовьте как я готовьте лучше меня и все у вас получится всем пока пока готовьте с любовью спасибо